Традиционный понедельник, наконец-то закончились затяжные рождественско-новогодние каникулы. Всем привет! У нас было два Рождества, два Новых Года. Ну, у нас еще, наверное, мы будем праздновать китайский Новый Год, японский, индийский. Потому что у нас есть индусы. Но в любом случае, как всегда, начинаем двигаться вперед. Я начну с новостей по Jamfumi на текущей неделе. Android-версия. Переходим на новый финансовый плагин. Стараемся сделать это как можно быстро. Думаю, что мы не будем объявлять заранее на кто будет оператором нового текущего финансового плагина. Готовим для вас очень и очень интересный сюрприз. Кнопки для ботов готовим. Для того, чтобы в нашем мессенджере запустить ботов, связанных с следующими сервисами, о которых я чуть позже скажу. А и вот версия плана работы на две недели. Переходим тоже на новый финансовый плагин. Обновляем логику создания группового чата. Настрой обновления фоновых градиентов для пользователей групп без аватарок. Реализация функционала оценки постов, лайки, дизлайки. Функционал принудительного обновления. Потому что многие забывают обновлять. У них потом не совсем корректно работает мессенджер. И, соответственно, они говорят, что мессенджер плохо работает, вместо того, чтобы обновлять. Это подтягивание истории чата, видео, P2P-звонки. Мы начали интеграцию, сейчас это продолжаем. Ну и веб-версии – это подключение P2P-звонков и голосовых конференций. Напомню, что у нас есть конференция на 64 пользователя. Переход на финансовый плагин, то есть внедрение в нашу веб-версию финансового плагина. И устранение багов по дублированию сообщений и появлению пустых сообщений. Вот это то, что касается текущих версий, связанных с разработкой мессенджера, текущих задач, которые стоят на ближайшую неделю и на ближайшие две недели. Это связано с iOS. Будьте добры, следующий слайд. У нас сегодня для вас, как и кто-то написал, бомбенные новости. То, что вы очень ждете. Вначале я расскажу о новостях Back4Cash сервиса. Наверное, те, кто подписаны на этот сервис, отслеживают изменения. Запущена бета-версия Telegram-бота. То есть мы написали бот и запустили его в Telegram вначале, потому что в Telegram пока более развита API и, соответственно, чем у нас в мессенджере. Мы оттестируем Telegram-бот в Telegram и потом перенесем то же самое решение в Jam4Me. В разделе «Личный кабинет» нужно зайти, кликнуть слово «Старт» и функционал очень сильно порадует. Jam4Me-бот у нас в разработке. Ждем обновления некоторых функциональных фишек в самом ядре мессенджера. То есть там появятся дополнительные кнопки и сразу запускаем альфа-версию. То есть теперь вы сможете сворачивать, разворачивать категорию в каталоге. Плюс появилось количество офферов возле каждой категории, то есть предложений и подкатегории. Upgrade 1, то есть в 2018 году. Возможность изменять личный пароль в кабинете. Контекстный список и Back4Cash подскажет вам то, что вы имели в виду. Кнопка наверх, справа внизу экран для быстрого перемещения вверх страниц. То есть все для удобства. Upgrade 2, добавление в избранное любимых кэшбэков. То есть вы добавляете любимые ваши магазины, где удобно и много получаете кэшбэк. Кликаете по звездочку в каталоге и добавляете это все в избранное на странице оффера. Сами избранные приложения в личном кабинете находятся уже в разделе «Избранное». Оптимизирован контекстный поиск, поиск категории запоминания, свой статус открытия-закрытия для удобства. И серьезный апгрейд мы сделали по административной части. То есть в принципе мы двигаемся очень быстро по обновлению нашего Back4Cash сервиса. Он все больше и больше людей начинает этим пользоваться. Но самое главное, Back4Cash начинает нести деньги, что очень сильно радует, особенно тех людей, которые являются акционерами мессенджера. Происходят такие интересные вещи, комната сама по себе залипает. Вроде бы все работает, потом говорю 5 минут. Ну ладно, комната не будет нам преградой. Я еще раз начну для тех, кого не было. И в прошлый раз я рассказывал интересную легенду, поэтому рекомендую всем ходить на конференции по понедельникам, даже если вы немного под шофе, все равно приходите. Интересные новости. Так вот, рассказывал легенду о том, что есть такая рыба, карп. Она живет очень долго, по 70 лет. То есть из поколения в поколение в некоторых семьях в Японии, в Китае их передают. Если карп в определенный момент в реке и в определенном месте выпрыгнет, то он превратится в волшебного бессмертного дракона. Почему я об этом рассказывал? Потому что многие спрашивают, вот вы рассказываете легенды, а когда же у нас РСО? И мы специально взяли умных, дорогих консультантов для того, чтобы планировать даты, сроки. И мы привозили юриста и, по-моему, PR-менеджера ICO Box на мероприятие в Москву. Так вот, предварительное название нашего токена, JamieCoin, еще раз повторяю, это предварительное название, это то, что мы должны еще окончательно утвердить, потому что нам нужно записать это название, запатентовать и многое другое сделать. Значит, мы предварительно публикуем white paper, landing page, one page, и начинаем при ICO, закрытой предэмиссии, 1 февраля 2018 года. При ICO продолжается в течение месяца, дальше ICO продолжается в течение двух последующих месяцев. Это те цифры, те даты, которые мы выработали с ICO Box, и в рамках этих дат мы будем проводить громадное количество мероприятий, начиная от представления проекта, презентации в различных фондах, в различных частях света, от Японии, Кореи, Европы до Соединенных Штатов, Канады и так далее. Это те цифры, которые вы ждете. То есть у нас полностью документы, ну, фактически мы заканчиваем подготовку. У нас выработана юридическая часть, у нас сделаны математические расчеты и расчеты, связанные с экономикой нашего товарного токена, который мы будем предлагать, инвестировать различным фондам, в том числе и физическим лицам. У нас не будут ограничений по странам, то есть мы выпускаем товарный токен и работаем в Канаде, в США, в Японии, в Южной Корее, то есть везде, где вообще интересуются ICO, Индия и прочие громадные страны, Австралия и так далее. Вот, поэтому цифры мы определили, задачи мы определили, я всех нас с этим поздравляю. Нам предстоит еще громадная работа в течение трех месяцев, потому что мы должны провести большое количество презентаций, я уже об этом говорил, мы должны отработать много-много экономической информации, сделать таким образом, чтобы наши товарные токены пользовались спросом, потом вывести наши товарные токены на биржу, чтобы они были свободно конвертируемы. И товарные токены, еще раз повторяю, то есть это расчетная условная единица, работающая внутри мессенджера, и, соответственно, этой расчетной единицей можно будет оплачивать все услуги, рекламу, подтверждать свой статус для того, чтобы пользоваться сервисами, работающими внутри мессенджера. Но и в заключении своего выступления я хочу рассказать еще, это не легенда, это заключение, к которому пришли очень умные люди, исследующие состояние человека, его богатство, развитие. И когда их спрашивали, что же такое деньги в конечном итоге, то это можно сформулировать очень просто. Деньги – это мера принятых человеком по жизни решений. То есть у каждого человека существуют развилки в жизни, точки принятия решений, я не хочу называть умные слова. И вот каждый человек в какой-то точке должен принять решение. Так вот, как правило, исходя из того, какие решения он принимает, соответственно, такую денежную меру он в ответ и получает. Причем не всегда те решения, которые, казалось бы, ведут к деньгам, люди не всегда их видят. Во-первых, не считывают знаки, во-вторых, сами боятся принимать решения. Я очень часто рассказывал о том, что людям свойственно со временем, любому человеку, как только он устраивается в зоне комфорта, так называемо, притчевый язык, это зона комфорта, и каждый для себя его по-своему определяет. Но как только человеку становится хорошо, то, соответственно, ему не хочется из этого выходить. Но, знаете, есть такие красивые стихи в одной из песен. Если боль твоя стихает, значит, будет новая беда. То есть, если человек попадает и навсегда остается в старой зоне комфорта, не умеет оттуда выходить, не умеет принимать решения, то обязательно он со временем отстает от процесса. У Пушкина это написана сказка про «Когда старуха осталась у разбитого корыта». И, соответственно, надо четко понимать, что вся ответственность за свою жизнь, вся ответственность за материальное положение лежит исключительно на человеке. На умении его, даже в сложной ситуации, принимать решения, даже преодолевать свой страх и двигаться вперед. Поэтому мы сейчас вступили в очень важный такой период. Мы его, как и планировали, начали после Нового года. Мы его очень тщательно готовили, провели колоссальную работу. Она незаметна на первый взгляд, но она дала очень классные результаты. То есть мы, и вы вайтпепер увидите, мы приготовили для юридических лиц, а как правило в ICO принимает участие большое количество фондов, абсолютно новый механизм, позволяющий фондам инвестировать в фиатных деньгах в наше ICO. То есть наши ноты, которые связаны с ICO, связаны со смарт-контрактами, будут зарегистрированы в депозитарии в Евроклер, в крупнейшей депозитарии в Люксембурге. Мы взяли крупнейшего агента, агента по размещению этих нот. Мы подготовили колоссальный труд, который называется white paper, там больше 30 с лишним страниц еще добавится. То есть мы готовы. Теперь мы как команда, как совладельцы мессенджера, должны сделать колоссальный рывок. Так вот, я в заключение хочу сказать, что мы провели колоссальную работу, мы сделали все, чтобы ICO было успешно. Мы еще раз, наверное, не знаю, слышали вы или нет, мы, наверное, одни из первых, которые выпускают евроноты, зарегистрированные в европейском Евроклере в Люксембурге, для того, чтобы инвестировали фонды. То есть сделали много-много работы. И у нас впереди такие три решающих месяца. Мы должны вместе с вами это сделать, сделать так, чтобы мы успешно провели ICO, для того, чтобы наш мессенджер стал самым лучшим и вместе двигались к его продаже. Всем спасибо за внимание, всем удачи. Передаю слово Александру Бониславовичу Кочиносову.